А домашнивание животных, мореплавание в каменном веке, возникновение морали в человеческом обществе. Все это вопросы, которые изучает антропология. Каюсь, лично я долгое время пребывала в счастливом заблуждении, что объектом исследования антропологов является всего лишь происхождение человека. В общем, сейчас нам предстоит интересный разговор со Станиславом Дробышевским, антропологом, кандидатом биологических наук, доцентом кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научным редактором научно-просветительского портала антропогенез.ру, финалистом премии «Просветитель» 2017 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня сразу первый вопрос. Версии программ на канале РЕН-ТВ о происхождении человека от инопланетян вы начисто отрицаете? Ну, как бы они сами себя отрицают. Это уже сколько есть всяких фото-жап, что там в 5 утра они рассказывают это, в полдень такое, это вечером следующее. Ну, поэтому там не надо отрицать, это просто поток бреда, который генерируется на ходу. И смысла об этом разговаривать особо даже не вижу. Серьезно. Тогда начнем с местного материала. Вся прибрежная территория Хабаровска, а это, ну, несколько десятков километров, это места стоянок древнего человека, период примерно Железного века. У нас тут совершаются постоянно все новые и новые археологические находки. Все это исследуется. Как правило, это черепки, посуда, наконечники стрел, ну, немножечко останки самих этих древних людей. Вот насколько это интересно мировой науке? Или это наши местные радости? И, в общем-то, таких территорий на Земле много. Ну, понятно, что везде, где жили люди, это везде местные радости. Потому что, куда бы мы ни приехали, там, на берег Темзы, да, там, в Африку, в Австралию, в Южную Америку, без разницы, абсолютно, будет пятачок, где жили люди, и это будет местная локальная история. Причем, как правило, это будет локальная история не тех людей, которые там живут сейчас. Потому что найти преемственности, там, от каменного века до современности, даже от Средневековья, это бывает проблема, на самом деле. Но это часть всемирной истории. И в этом смысле любой вот такой фрагментик, неважно, где он находится, хоть там на Тасмании, хоть на Беринговом проливе, это история всего человечества. Потому что есть области, которые сдали больший вклад, меньший вклад, но так или иначе все дали вклад в становление современного общества, современной цивилизации, и, собственно, берег Амура, почему бы и нет, тоже замечательная часть этой самой всеобщей истории. Когда рядом есть тем более большой город, и когда есть возможность много лет подряд старательно и качественно изучать эти памятники, они дают гораздо большую информацию, чем если это неизвестно где находится, один раз копалось, и все, как бы. В Хабарскую привезли две лекции. Это кратчайший курс антропогенеза и биологическое будущий человек. Я сейчас сделаю вид, что не была на лекции на вчерашней. И вот вопрос, наверное, который задают вам, ну, по крайней мере, до лекции точно все задают, так от кого мы все-таки произошли, кто наш прямой предок, и правда ли, прав ли Дарвин, что это действительно обезьяна? Да, и Дарвин прав, и не только Дарвин прав, потому что, ну, всегда стоит помнить, что Дарвин жил 150 лет назад, а кроме обезьяны у нас было много других предков. Ну, и, в общем, когда говорится фраза «наш предок обезьяна», это то же самое, что сказать, предок шимпанзе обезьяна, предок макаки обезьяна. Мы такие же обезьяны, как шимпанзе и макаки, но только мы двуногие, шибкоумные, да, с трудовыми руками. До вот этого периода, когда появились те самые хомо, всяко разные, вот, с разнообразными приставками, да, до этого был какой-то, ну, вот, какой-то вид или какое-то существо, которое мы можем сказать, вот, если бы его не было, то все, ничего бы не получилось, никакого хомо бы точно не было. Опять же, мы можем совершенно точно говорить про любой этап. То есть, да, если мы вырежем из цепи предков какое-то звено, то потомков не будет. То есть, когда прерывается некое звено в цепочке, это значит, линия прервалась и вымерла. Ну, допустим, были динозавры, да, и вот в какой-то момент цепочка пропала, то дальше развития нет. И то же самое с нашими предками. То есть, в любой этап он был важен и вложил в нас какие-то особенности. То есть, допустим, если взять каких-то незверообразных рептилий пермского периода, да, то они дали нам теплокровность, там, начатки шерсти, строение уха, там, положение конечности и так далее, и так далее, без чего наша разумность в том числе бы никогда не осуществилась, ну, или реализовалась бы в каком-то совершенно другом виде. То есть, ну, никто не сказал, что разум не может возникнуть по другому поводу, там, не знаю, с головоногих моллюсков, допустим, да, но по факту вот получилось из того, что получилось. И если мы уберем какой-то момент, причем не только у наших предков, но и у окружающих существ тоже, потому что и все влияния снаружи, то есть, цветковые растения, насекомые, динозавры, те же самые, там, движение материков, климат, они тоже привели к тому, что мы стали такими, какими стали. А если какой-то из этих факторов был бы другим, или мы стали бы другими, или нас вообще бы не стало. Мы продолжим развиваться во что-то немыслимо прекрасное, или нас ждет деградация и регресс? Тут, возможно, варианты. И все зависит от того, как человек сам себя поведет. То есть, сейчас человек стал очень мощным фактором создания своей же среды обитания. И в этом смысле он, опять же, уникален, потому что большинство животных на свою среду или немножко влияют, или как-то так, не особо, ну, и, по крайней мере, нецеленаправленно это делают. То есть, какая-нибудь там белка, или, не знаю, пополозень, да, они тоже создают леса. То есть, они там ныкают эти свои орешки, из-за которых потом вырастают деревья. Но они это не делают целенаправленно. Когда белка, или какая-нибудь кедровка там забывает, где она запихала эти орешки, она просто забывает. А человек может достаточно сознательно, ну, сколько у него мозгов хватает, менять эту свою среду в разные стороны. И вот тут зависит от того, как мы поменяем. То есть, если мы угробим свою среду обитания окончательно, а сейчас это просто со страшной силой происходит. Я вот недавно летел в Читу, и из Читы, и погода была хорошая. И вот вся Сибирь, она шахматная доска. То есть, там, где еще 10 лет назад была просто сплошная тайга, и никаких следов присутствия человека, теперь квадратиками шахматными вырубки. Это произошло за 10 лет, что я не летал над этой территорией, а теперь вот пролетел, это просто глазом видно. И такими темпами еще там 100-200 лет, все, у нас ресурс кончится. И есть ли жизнь после нефти, как бы большой вопрос. То есть, дальше мы сможем существовать, в принципе, на уровне каменного века, неолита, ну, может, в средневековье в лучшем случае. И то не факт, потому что люди каменного века жили маленькой численностью в идеальных экологических условиях, где были стада копытных, а сейчас мы истребили все стада копытных. У нас нет уже ни лошадей диких, ни быков диких, ни мамонтов, чем мы будем есть. И в этом смысле человек может себя уничтожить. Или, по крайней мере, загнать в обратную дичь. Но учитывая, что человек вроде как разумный, считается, в теории, он, наверное, может придумать, чтобы сделать хорошо, чтобы избегнуть всех этих неприятных последствий. Другое дело, что для этого должны быть усилия, по большому счету, всего человечества. Ну, или, по крайней мере, какой-то очень значимой части. И если, допустим, в Западной Европе и в США они травку выращивают, у них олени по улицам ходят, и они берегут природу, но только за счет того, что где-нибудь в Китае и в Южной Америке вырубаются леса со страшной силой, разрабатываются полезные ископаемые, и там вся Африка превращена в помойку в итоге, то, конечно, да, мы можем на этом своем лужке сделать красиво. А остальная планета, она не отдельна от этого лужка. И рано или поздно все это прикатится и сюда тоже. Поэтому, по-хорошему, сохранение среды должно быть в масштабах всей планеты. А вот способно ли сейчас человечество организоваться в масштабах всей планеты, оно в масштабах страны-то, любой, неважно какой, даже не может организоваться, как правило. И вот с этим проблемы. А что дают ученым антропологические находки? Их ведь, наверное, уже тысячи обнаружили. Найдены фрагменты скелетов, найдены целые скелеты. Зачем искать новые и новые, если уже понятно, как развивался человек? Или еще не до конца понятно и не все понятно? Ну, до конца понять это проблематично, потому что у нас планета все-таки большая. Как бы не казалось, что она совсем не крошечная, но на самом деле она большая. У нас есть огромные территории, которые либо не исследованы вообще, в принципе, либо откуда у нас крайне мало материалов. Ну, допустим, вот вся Восточная Сибирь, вплоть до Тихого океана. У нас палеоантропология из такая вот древней неолита, то есть древней производящего хозяйства, там от 10 тысяч лет раньше, там буквально две находки. И те там такие фрагментарные, чтобы о них ничего не скажешь. То есть там в Мальте, в Афонтовой горе и на Алтае. Все, больше нет. Ну и еще какие-то там кусочки где-то там сам нашли. Вот недавно там в Бурятии, допустим. Но это какие-то такие обмылки, что ни о чем. И тут еще есть что сказать. А люди-то жили, то есть орудия-то у нас найдены, в принципе. А где-то и орудия не найдены. И сам как бы факт открытия все новых видов людей, ископаемых, говорит о том, что еще много чего есть сказать. То есть, допустим, там пару лет назад открыли Хомана Леди в Южной Африке. Совершенно новый вид, который вообще там мега-сенсация. Еще там немножко раньше, в 2004 году, нашли хоббитов на Флоресе. И потом, ну это такие метровые человечки с крошенными мозгами, очень своеобразные. Потом на суловесиво сейчас раскапывают активно. Там найдено орудие, но непонятно, кто это был. То есть, костей пока человеческих нет. На Филиппинах, там-сям. То есть, в Индии там тоже белое пятно практически целиком. И всегда стоит помнить, что у нас, да, есть тысячи находок, но они очень неравномерно распределены по времени и пространству. То есть, у нас 90% всех находок это Европа. Причем, в основном, Западная Франция и Германия, где просто копали раньше, где больше строили всяких дорог. Там случайные находки, целенаправленные находки. Ну и ученые, как бы, там дольше всего работали. Ну вот у нас, кстати, не так мало вообще найдено. Только, опять же, в европейской части, где-нибудь там, в Воронежской области. А в Африке, где большая часть нашей истории проходила, начиная с проконсулов, и там даже раньше, и вплоть до Сапиенса, там исследованы немножко Эфиопия, Кинь и Танзания. Ну и еще там чуть-чуть, там буквально три находки, четыре из Судана. Не Судана, этого из Чада. Судани как раз вообще нету. И из Южной Африки еще там довольно много. Все. А большая часть Африки, вся Западная Африка, белое пятно. Центральная Африка, белое пятно. Я слышал, что там кто-то жил. И там наша эволюция шла. Ну и еще в Северной есть находки, но тоже кусочками. Там-сям, как бы, вот где копали, там нашли. И есть огромные промежутки времени, из которых у нас мало находок. Ну, либо потому что, опять же, просто местонахождение таких не найдено, либо там, допустим, условия осадка накопления были неблагоприятные. И есть три, как минимум, этапа самых таких важных и интересных, которые еще очень много предстоит узнать. Это момент где-то с 10 до 7 миллионов лет, и даже еще меньше, когда появлялось прямохождение. Это время где-то с 3 до 2, и даже там до миллиона лет. Когда из астралопитеков, которые не делали орудия, получились люди, которые делали орудия. И третье, это от 200 до 50 тысяч лет, когда появились сапиенсы, уже вот прям совсем такие, как мы. То есть из всех этих этапов есть находки, но их мало, да, обидно. И хочется больше. Поэтому тут еще много-много чего можно изучать. А бывают, случаются, или как часто случаются такие находки, которые прям что-то решительным образом меняют? Вот одна находка, и вдруг вы понимаете, что как-то не так себе представляли раньше вот это время? На самом деле, так, чтобы прям вот вообще все поменялось задом наперед, такого не случалось уже давненько, прямо скажем, ну где-то с начала 20 века. То есть где-то к началу 20 века, когда было найдено немножко пятикантропов, немножко неандертальцев, ну в 24-м году от первого астралопитека, да, и потом дальше их больше стало. Ну уже где-то к годам 30-м общая канва уже была ясна. Там, правда, еще не было абсолютных датировок, просто методов не существовало. Но в принципе картинка уже была та, что и сейчас есть. Но детали и подробности, и дополнительные ветки, их все открывают, открывают, открывают. Потому что надо помнить, что это речь идет о миллионах лет. То есть даже если мы начинаем отсчитывать с момента возникновения прямохождения, это 7 миллионов лет. Ну вот слушателям предлагаю, допустим, досчитать до миллиона ради прикола, да. Я недавно читал, что кто-то там был товарищ, который писал все цифры до миллиона, и он там потратил что-то там 25 лет, что ли, я не помню, как-то так. То есть это большие цифры на самом деле. И за это время много чего происходило. И поэтому детали мы еще можем уточнять много-много. А их интересно уточнять, даже если они напрямую не относятся к нашим предкам, а это какие-нибудь хоббиты на Флорисе, да, но они все равно показательные, потому что если мы видим, какая у них была судьба, что с ними случилось и почему с ними случилось, а они вымерли, то чисто в теории, по крайней мере, мы можем себя предохранить от этого и избегнуть такой же судьбы. То есть если мы узнаем, что, допустим, слишком хорошая жизнь этих хоббитов на Флорисе привела к тому, что у них мозги с килограмма усохли до 400 грамм, то может быть нам не надо слишком хорошие условия. Вот, и за последние 25 тысяч лет у нас мозги тоже усохли на 100 грамм. Ну, не как у хоббитов, но, в общем, мы стремимся к этому примерно теми же темпами, надо сказать. Другое дело, что хоббиты, конечно, начинали с сашельской культуры, или там чуть ли не с галичной, ну, как бы заведомо гораздо, ну, с пятикантропов, да, стартовали. А мы все-таки с сапиенсов, ну, у нас зазор больше, там как бы есть еще куда деградировать. Но это настораживает. И то же самое, там, про неандертальцев можно говорить, там, много еще про кого. То есть изучение вот этих альтернатив показывает, что и с нами может случиться. Ну, допустим, там, парантропы, да, вот они ударились в вегетарианство, и теперь мы их изучаем в виде скелетов. И может быть одна из главных проблем современного человечества, что у современного человечества сейчас нет никаких сложных задач, которые бы приводили к отбору на интеллект. То есть сейчас любой дебил может прекрасно плодиться, размножаться, питаться, ему тепло, хорошо. Все равно выживет. Чудесно. Он выживет, и плодиться будет еще больше, чем все умные. И у нас нет никакого отбора на интеллект. Допустим, какой-нибудь охотник-собиратель в лесу, да, или в саванне, у него есть отбор. То есть если он дурак, он помрет с голоду банально, или его там съест какой-нибудь медведь, там, леопард, там, кто-нибудь еще. А если он умный и умеет, там, что-то шить, там, делать, одежду, разводить огонь, орудия труда, придумывает какие-то самострелы, там, ловушки для животных, тогда он выживет. А это развитие мозга. И у нас сейчас нету не только какого-то потенциала для развития большего. Ну, вот у нас есть, там, 1250, там, 1350 грамм мозгов, да, и нет такой задачи, чтобы мозгов стало полтора кило или два кило. Вот зачем они эти два кило, если, в принципе, и так все, как бы, существует? И у нас даже для того, чтобы вот в нынешних условиях жить, и то, и вот этих наших 1200 грамм не особо надо, как бы, можно и без них. Но другое дело, что этот же процесс может быть такой волнообразный. То есть, если современная такая чудесная жизнь, расслабленная, приведет к тому, что мозги уменьшатся, вот эти следующие поколения с маленькими мозгами не смогут поддерживать этот свой чудесный уровень жизни. И тогда снова пойдет отбор на повышение. Ну, и меня лично еще всегда утешает, что не на всей планете люди живут так же прям кучеряво. То есть, сидя в большом городе, в мегаполисе, да, всегда можно рассуждать, что вот, мы такие все расслабленные. Но отъехавши, там, не знаю, 20 километров от города, уже мы встречаемся с первобытным общинным строем. Вот, и там уровень, ну, в лучшем случае, раннего железного века, а местами и неолиты. И, там, натуральное хозяйство по полной программе, борьба, там, с силами природы. И там отбор идет. Вот, то есть, они могут быть, эти люди, там, ну, какие-нибудь диковатые по лесам, там, по полям бегающие, да, быть необразованные, ну, какие-нибудь, там, бушмены, они, там, не читать не умеют, не считать, там, дальше трех, да, но они-то как раз самые умные и есть. Они потенциалы для будущего развития человечества. Потому что они этот свой интеллект направляют на конкретные проблемы выживания. И без этого они, в принципе, жить не могут. А наш интеллект, это как раз наша фишка. Вот, то, что я говорил, это наша специализация. Ну, вот, и вот печально, что как раз население городов, это специализация разбазаривает, теряет. Вот, но, с другой стороны, города, они генетически ничего особо не решают. То есть, тут есть такой феномен, что, с одной стороны, в больших вот этих суперблагополучных поселениях живет большая часть населения планеты, там, что-то 70% или больше, я не помню цифры точные, но размножаются-то, на самом деле, деревни. То есть, если посчитать, сколько кто там плодится, кто умирает, то города – это уничтожители генетического материала, там, рождаемость меньше смертности. А в деревнях все чудесно и с отбором, и с размножением, и они, собственно, следующее поколение дают. Последний вопрос. Я сначала сомневалась, к вам ли он по адресу, ли он, но после того, как вы сказали про вегетарианство, поняла, что да, по адресу. Сегодня одна из популярных тем – вот это самое веганство, даже не вегетарианство, а веганство уже. И говорят, что… Ну, и есть разные точки зрения на это дело, да. Одни говорят, что без мяса человек обойтись не может, и что вегетарианство вредит ему чисто биологически. Другие говорят, что веганство – это вообще наивысшая на настоящее время точка развития человека. Вот вы к какой категории относитесь? Я отношусь к той категории, что если кому-то хочется, да ради бога, как бы, пусть травится там или там в жертвах ему заблагорассудится. Главное, чтобы остальным вокруг было спокойно от этого. Человек, он возник как всеядное существо, это просто научный факт. И наши предки ели все вообще. То есть такую гадость, которую люди ели, никто там, включая свиней и медведей, не ест. Если жили на берегу моря, ели что выкинет в море, или там ловили какими-то цветями. Если жили где-нибудь в пустыне, то питались там тем, что можно добыть в пустыне. Жили где-нибудь там в арктической тундре, питались моржами, не знаю, там оленями, да. Жили в саванне, там кто пасется в этой саванне. И так вот, ну где жили, что вокруг шевелилось и росло, и пахло более-менее приятно, то и ели. Поэтому человек в принципе физиологически может быть вегетарианцем. Это научный факт. Ну и существование вегетарианца показывает, что да, можно, но только и достижения будут, как у вегетарианцев. То есть пока, допустим, Китай, Япония и Индия были фактически вегетарианцами, да, питались там одним рисом каким-нибудь, ну и что они там еще ели. И там чуть-чуть какой-нибудь рыбы, и то там где-то по бережью, и немного кто это вообще мог себе получить. Мяса в еде практически не было, но у них и был рост метр пятьдесят. И даже китайцы с ростом метр пятьдесят с кепкой японцев называли карлики с островов. То есть когда полутораметровый человек кого-то называет карликом, это уже как бы на что-то намекает. И те же индусы, да, ну у них, конечно, там культура и все дела, но средний как бы индус, низший касты какой-нибудь, ну и там не сильно крутой, если он там не какой-нибудь брахман, то он тоже, собственно, ростом метр там пятьдесят с копейками, и он не особо как бы каких-то там великих достижений не достигает. А как только эти страны перешли на более-менее нормальное питание, маломальские, ну хотя бы там молоко пить, тут же и японцы, и китайцы, да и индусы стали вполне среднемирового роста, а местами даже и обогнали. И тут же у них поперла и наука, и все на свете, и сейчас там прекрасные страны, и промышленные развиты, все у них хорошо. Сколько людей, столько и диет, по большому счету, и в хорошем варианте эти диеты должны быть, ну более-менее похожи на то, чем питались предки, потому что это же все через пищеварительный тракт идет, и там выделяют свои ферменты, а ферментные системы разные, это как бы изучается активно и прекрасно известно, ну там усваиваемость в крахмала, например, у земледельцев, которые уже много тысяч лет земледелем занимаются, она лучше в разы, чем у охотников-собирателей, например, которые там мясом больше питаются, или у скотоводов еще лучше, которые там одним молоком, допустим, питаются с мясом, с бараниной. А у тех будут свои ферментные системы, которые переваривают жир, допустим, и у них не будет там ни атеросклероза, ничего такого там у тех же вот северных народов. Но зато крахмал им будет не то, что предел показан, но с трудом все-таки переноситься, и в больших количествах плохо будет. Так что можно, но и зависит еще, кстати, очень сильно от возраста. То есть одно дело, когда взрослый человек, который вырос на нормальной еде с мясом, вдруг ударяется в веганство и начинает питаться одной картошкой, ну в принципе, да, он протянет, у него уже организм сформировался, у него кости готовы, и все уже дальше только тащать немножко, и все, ну и там теплится как бы на вот этом уровне. А другое дело, если это ребенок, у которого формируется скелет, у которого все на свете растет, и самое-то главное, мозги растут, а нервная система, она такая сильная, энергозатратная, и мы его начинаем кормить одним горохом, да, ну он вырастет, в принципе, он не умрет. Это как бы практика показывает, что да, он вырастет, но у него будет куча проблем в жизни. Причем они, может, будут неочевидные, но они точно будут, потому что это статистика. То есть отдельный человек может быть и ничего, а если мы возьмем тысячу человек, то из этой тысячи кому-то будет совсем плохо. Ну и как вот кто-то, я не помню, кто очень хорошо выразился, что можно питаться как йоги, да, там по рисинке в день, ну и достижения будут как у этих йогов. То есть когда он сидит в тропическом климате, с тутками не шевелится, энергозатраты у него никакие, интеллекты у него он не проявляет вообще ни разу, он там где-то в нерване витает, и вообще не факт, что живой как бы, да, уже несколько дней. Ну и да, он по рисинке в день, в принципе, нормально может так тянуть, и то еще надо камеру слежения ночью поставить, куда он бегает по ночам. Так что можно, но надо ли, это как бы большой вопрос, и я бы не рекомендовал становиться веганами. Ну если у человека нет какой-нибудь там непереносимости чего-то, там что-то такое, зачем смысл? То есть обычно тут какие-то этические мотивы, что там бедные овечки, мы же их, значит, едим, им там плохо. Ну, во-первых, если бы не люди, то овечек бы этих и не было как факта, да, их бы ели волки, ну как бы и не мы, ну их было бы меньше там в тысячи раз, и их ели бы волки, или они там дохли бы от болезней. А во-вторых, мне все время непонятно, почему, когда мы едим овечку, это значит она страдает, она несчастная, а когда я ем какую-нибудь морковку, ну морковки, понятно, нет, конечно, нервной системы, но я ее тоже как бы убиваю, морковка выращивает вот этот свой там корнеплод не для того, чтобы я ее съел, а для того, чтобы на следующий год дать цветонос раньше всех, и чтобы все пылители были ее, и она победила в гонке за выживание. А тут я прихожу с лопатой и сжираю ее, значит, с хрумканью, ну елки-палки, то есть я обламываю ей весь генеративный цикл, причем за год как бы, да, совершенно гадски. Овечки-то я хотя бы даю расплодиться, у овечки-то есть потомство, вот. А у этой конкретно морковки уже не будет, потому что там как бы стильной фон другой. Так что тут этические все эти мотивы, они какие-то крайне сомнительные, на мой взгляд. Ну это тоже не мои, прямо скажем, мысли, все на это пальцем показали веганам, но если кому-то хочется развлекаться, я еще к этому отношусь так, что я-то не веган, и детишки мои тоже здоровы, поэтому если кто-то понижает свои как бы репродуктивные планы, да, в будущем, в следующих поколениях, то моим детишкам больше ресурсов достанется, да ради бога, хоть там травитесь все чем угодно, вот, тогда у моего личного потомства будет больше шансов на выживание, ну, ради бога. Если кто-то хочет улучшить мои шансы, я всегда за. Мы сегодня говорили со Станиславом Дробышевским, с антропологом, я не буду перечислять все остальные многочисленные вот эти звания и достижения, потому что их очень много, я думаю, что я даже не все вначале перечислила. Еще раз огромное спасибо, было очень интересно, я думаю, что и я, и все, кто это сейчас слышали, и наши зрители узнали много нового. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...